Наши первые и самые основные средства это, конечно же, шампунь. Первая уникальная особенность Критмента от бренда Апатэ. В прошлом году я решила обесцветить нижнюю часть волос. Очень сильно повредила свои волосы. Салонный уход дома. Всем привет! Я рада видеть вас снова у нас на канале. Да, сегодня я перед вами в таком очень комфортном домашнем виде. На самом деле я уже пришла с работы, завершила все свои дела и собираюсь сейчас готовиться ко сну. Буду смывать макияж, принимать душ и делать уход за своими волосами. И хочу воспользоваться этой возможностью для того, чтобы познакомить вас поближе с уходовыми средствами от бренда Апатэ. Мы уже познакомились с вами поближе с уходовой линейкой за кожей лица. И сегодня я хочу рассказать более подробно об уходовых средствах за волосами и кожей головы. И сразу наглядно покажу, как это вообще работает, как это действует, как этим всем нужно пользоваться. Поэтому, если вам интересно, обязательно досмотрите это видео до конца. Для тех, кто смотрел предыдущие видео, знают, что в уходовую линейку за волосами входит 4 продукта на данный момент. Это шампунь, тритмент, эссенция, масло для волос и также маска. Давайте начнем по порядку. Расскажу вам более подробно о каждом продукте и вообще, для чего он нужен и как его использовать. Наше первое и самое основное средство это, конечно же, шампунь. Шампунь от бренда Апатэ идет себорегулирующий, то есть он помогает не просто очистить ваши волосы, но также заботится о коже головы, то есть о скальпе, и контролирует выделение кожного сала, что помогает волосам оставаться чистыми, свежими, красивыми на более длительный период. Когда идет чрезмерное выделение кожного сала, это очень неприятно, вызывает зуд, раздражение головы. Поэтому, если у вас есть такая проблема, то очень советую попробовать шампунь от бренда Апатэ, поскольку он имеет абсолютно натуральный состав, то есть не содержит никаких силиконовых масел, сульфатно-поверхностно-активных каких-то веществ, либо искусственных красителей. И еще раз повторюсь, что шампунь не просто очищает волосы, но и отшелушивает омертвевшие клетки кожи головы и снабжает скальп питательными веществами. Следующий этап после мытья головы шампуням это тритмент. Тритмент, либо кондиционер, как бальзам для волос. Первая уникальная особенность тритмента от бренда Апатэ, это то, что изначально текстура идет, видите, такая очень жидкая, не похожа совсем на тритмент, либо кондиционер для волос. Но при соприкосновении тритмента с водой текстура полностью меняется и превращается в такую кремообразную массу, как и полагается обычному кондиционеру. Данное средство очень советую для тех, у кого сухие, поврежденные, ломкие волосы, потому что тритмент очень хорошо питает и увлажняет сами волосы. В прошлом году я решила сделать скрытый тутон, то есть обесцветить нижнюю часть волос, и тем самым очень сильно повредила свои волосы. Они стали сухими, жесткими. Когда я расчесывалась, мне было очень больно, потому что они были просто супер-супер-мега запутанными. Из-за этого я не проходила долго с таким обесцвечиванием и обратно перекрасилась в темный цвет. Но, как видите, волосы до сих пор восстанавливаются, поэтому использование кондиционера, тритмента — это просто обязательный этап в моем уходе, иначе я просто не смогу расчесать волосы без выдергивания их из своей головы. После того, как я помыла голову, следующим этапом я обычно использую такую вот эссенцию — это масло для волос. Его можно наносить как на влажные волосы, так и на сухие. В состав масла входят только натуральные ингредиенты. Это различные масла, такие как масло шиповника, масло дерева ши, оливковое масло и так далее. То есть здесь нет никаких силиконовых масел или бензофенона, которые не являются натуральными ингредиентами. Преимущество этой эссенции в том, что она также помогает напитать ваши волосы. При этом, несмотря на то, что это масло, нет ощущения, знаете, такой грязной либо жирной головы, что очень важно, потому что его можно наносить в принципе в любой необходимый вам момент. Баночка, вы видите, такая компактная, удобная. Ее можно легко носить с собой. И я также люблю использовать эту эссенцию, когда я чувствую, что мои волосы начинают электролизоваться от одежды, либо от чрезмерной сухости. Особенно эта проблема очень актуальна зимой. Также ее используют перед укладкой, стайлингом волос. Я использую ее вместо термозащиты, когда я пользуюсь утюжком для волос, либо плойкой. После того, как нанесла масло, выпрямила волосы, все, здесь все готово, не нужно никаких дополнительных средств. В принципе, такая, знаете, укладка держится достаточно долго. А, ну и еще забыла добавить, что эссенция имеет очень приятный запах. Поэтому, когда наносишь ее на волосы, очень приятный такой аромат. Ну и, наконец, last but not least, как говорится, это маска для волос. Мне кажется, это достаточно такой, знаете, уникальный продукт на рынке, потому что я, ну, как минимум, я не видела его нигде, ни у каких других брендов. Поэтому мне кажется, что очень необычный формат и при этом удобный и эффективный. В упаковку входят пять масочек вот таких вот. Вот так выглядит упаковочка. И, на самом деле, очень спасает, когда срочным образом нужно привести волосы в порядок. Для меня это такой салонный уход дома, потому что после использования маски волосы приобретают, знаете, такой естественный блеск, сияние. При этом не выглядят ни в коем случае жирными. Почему я люблю Эльмина эту маску? Потому что ты ее вот так надел на голову и просто делаешь все свои дела по дому. Захотел, полежал на кровати, захотел, там, убрался. При этом нет никаких переживаний, что где-то что-то заляпается, либо испачкается одежда, потому что волосы полностью вот так вот закреплены, зафиксированы. Ну, я чуть попозже наглядно вам покажу вообще, как ее пользоваться. Если использовать маску на регулярной основе, где-то два раза в неделю, либо три, то вы уже спустя вот неделю увидите эффект. И сами почувствуете, насколько ваши волосы становятся мягкими после этой маски. Ну что ж, я надеюсь, что я смогла доступно донести и рассказать вам все преимущества уходовых средств от бренда APOTE. Давайте не будем тянуть и приступим уже к использованию и посмотрим, как они действуют на самом деле, какой у них эффект. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, теперь голова свежая, и мы с вами двигаемся дальше и переходим к следующему этапу нашего ухода. Дальше будем использовать нашу масочку. Я покажу, как ее правильно пользоваться, как ее правильно надевать, снимать, как ее вообще в принципе в целом пользоваться. После мытья головы нужно просто немножечко подсушить волосы, буквально минут пять полотенцем. Вот так их слегка протереть, убрать излишки влаги. Совсем полностью их сушить нет необходимости, наоборот, нам нужны влажные волосы. Далее я собираю волосы в дульку, либо использую заколочку, для того, чтобы их закрепить таким вот образом. И мы открываем нашу маску. Вот так вот выглядит масочка. Мы ее раскрываем, и она у нас в форме вот такой вот шапочки. Я масочку слегка вот так растираю, для того, чтобы, простите за шум, распределить жидкость внутри по всей шапочке. На самом деле это делать не обязательно, но я на всякий случай, чтобы ушу эффект точно был самый максимальный. Также можно очень удобно закрепить саму шапочку. Не нужно никаких дополнительных нагреваний феном, либо что-то еще. Просто надеваем на голову и закрепляем с помощью вот такой вот липучки. Открываем масочку. Отклеиваем лишнюю наклеечку. И плотненько вот так закрываем масочку. Следующее, что мы делаем, это распределяем опять же всю нашу жидкость вот такими вот массирующими движениями, чтобы максимально по всем волосам распределилась жидкость. Ну вот и все. 10-15 минут. Занимаемся любыми своими делами и затем смываем нашу маску. Ну что ж, прошло уже плюс-минус 15 минут, поэтому мы можем завершать наш уход. Осталось только снять маску и последний раз ополоснуть волосы. Отклеиваем наклеечку. Вот как я и говорила, волосы просто спокойно расчесываются. Если я не пользуюсь тритментом или маской, все, волосы расчесать просто невозможно. Особенно вот эту вот заднюю часть. Вот волосы на самом деле очень мягкие, вкусно-вкусно пахнут. Сейчас я их еще высушу и будет просто идеально. Теперь остался последний этап. Буду выпрямлять свои волосы. Перед этим использую масло для волос для того, чтобы подготовить свои волосы к стайлингу. Буквально пару нажатий будет достаточно. Распределяем по рукам сначала и наносим на кончики волос. Как я уже говорила, запах просто очень-очень классный. Наносим прям все-все-все, чтобы на руках ничего не оставалось. Готово. Та-дам! Все, мои волосы полностью готовы. Вот внутренняя часть волос, которая у меня была обесцвечена. Смотрите, до этого она была очень сухой. А сейчас вот приобрела более-менее такой здоровый вид. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео, вам было полезно. Вы поняли, как вообще пользоваться продукцией от бренда Апатэ, что она делает, какие у нее есть плюсы. Поэтому, если вам интересно узнавать дальше больше о косметике, о красоте и здоровье, оставайтесь на нашем канале, ставьте лайк, подписывайтесь. И я желаю вам всем хорошего дня. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok